Представьте, что вы плаваете в океане, как вдруг что-то задевает вашу ногу. Вы ощущаете сильное покалывание и понимаете, что вас ужалила медуза. Каким же образом такие прекрасные существа могут нанести столь болезненный удар? Присоединяйтесь к нам и я расскажу вам много интересного о медузах. Медузы появились 580 миллионов лет назад. Это значит, что они плавали в океанах еще задолго до динозавров. Медузы исключительно водные обитатели. Их можно найти как в теплых тропических морях, так и в холодных полярных морях. Очень немногие медузы обитают даже в пресной воде. А вы знаете, почему медузу так назвали? Все дело в том, что морская медуза похожа на голову медузы-горгоны с шевелящимися волосами змеями из греческой мифологии. Медузы это беспозвоночные. Это означает, что у них нет позвоночника. На самом деле у медуз вообще нет костей. Медуза сохраняет определенную форму, потому что ее тело пронизано прочными соединительными волокнами. Кроме того, у медуз гидростатический скелет. Это значит, что они наполнены водой так же, как наполнен воздухом шарик. Медузы мягкие и на 95 процентов состоят из воды и желеобразной субстанции под названием мезоглея. Когда медузу выбрасывает на берег, она может погибнуть всего за несколько часов, так как ее тело просто испарится под жарким солнцем. У медуз нет мозга, сердца и любых других органов. У них нет левой и правой стороны, задней или передней. У них есть только тело в форме зонтика и свисающие щупальца. Щупальца – это как будто руки, необходимые для захвата пищи. Под зонтиком в центре расположен рот. Медузы очень быстро переваривают пищу. С набитым телом они просто не смогли бы плавать. Непереваренные отходы медузы выбрасывают через тот же самый рот. У медуз нет легких и вообще дыхательной системы, они дышат через кожу. Медузы двигаются за счет реактивной тяги. Когда зонтик раскрывается, в него набирается вода. Затем медуза выталкивает из себя воду, сжимая свое тело, и передвигается вперед. В основном медузы прозрачные, кажется, будто они сливаются с окружающей средой. Это помогает им прятаться от хищников. Но бывают и ярко окрашенные медузы. А некоторые вообще люминесцентные, что означает, что они могут светиться вроде светлячков. Форма медуз тоже разнообразна. Например, вот эта медуза называется жареное яйцо. А вот это похоже на персонажа из фильма Звездные войны. Очень много видов медуз, которые выглядят как вечерние платья, с бесконечными слоями цветных оборок. А эта медуза португальский кораблик, который плавает на поверхности воды. Медузы бывают разных размеров. Самая маленькая медуза меньше одного сантиметра и достигает только размера вашего ногтя. Эти медузы ползают по дну океана в поисках пищи. А вот самая большая медуза волосистая цианея. Она имеет чупальцы длиной более 30 метров. Это длиннее, чем синий кин. Медузы сами по себе являются хищниками. Но они не охотятся на свою добычу. Они ждут, когда рыба или другие мелкие животные попадут в их щупальца. Щупальца покрыты крошечными ядовитыми стрекательными клетками. Каждая стрекательная клетка снабжена чувствительным волоском. Когда кто-то проплывающий мимо задевает волосок, оболочка клетки открывается и морская вода устремляется внутрь. Это заставляет микроскопические карпуны выскакивать наружу, пронизывать жертву и выпускать яд. Медузы специально не нападают на людей. Большинство ожогов происходит, когда люди случайно прикасаются к ним. Даже малыши медузы размером с ластик на карандаше могут ужалить. Можно получить неприятные ощущения, даже если наступить на мертвую медузу. Тем не менее, некоторые медузы могут быть смертельными. Например, самая ядовитая в мире медуза называется морская оса, плавающая у берегов Австралии. Она выпускает яд в таком большом количестве, что вызывает смерть человека в течение нескольких минут. Единственный случай выживания человека после укуса морской осы был зафиксирован в Австралии в 2010 году. Десятилетняя девочка поразила всех врачей и ученых, выжив после получения ожога от этой медузы. Когда девочку вытащили на берег, ее ноги были обвиты длинными щупальцами. Девочка три дня находилась в коме, затем пролежала в больнице больше полутора месяцев, а для одной ноги потребовался даже кожный трансплантат. Спустя годы после встречи с этой медузой, девочке приходится жить с рубцами на ногах. Встрекательные клетки медуз не наносят вреда таким животным, как морская черепаха, рыба-луна, тунец и другие. Они их спокойно поедают. Некоторые виды голожаберных моллюсков питаются щупальцами медуз, без всякого вреда для себя. Они просто проглатывают их, как спагетти, а затем направляют в специальные отсыки уже для собственной защиты. Кстати, медузы способны полностью восстанавливаться. Если оторвать щупальцу или даже разрезать медузу пополам, эти части смогут регенерировать и превратиться в двух новых медуз. Медузы имеют интересный жизненный цикл. Все начинается с яйца размером с рисовое зернышко, плавающего в океанских течениях. Затем каждое яйцо превращается в плавающую личинку. Через несколько дней личинка оседает на дне или прикрепляется к водорослям или камням и трансформируется в маленький полип, который постепенно растет. Полипы похожи на подводные цветы, но их тело окружено страшными щупальцами для добычи планктона. Затем от полипа отделяются крошечные медузки и уплывают. Они растут и постепенно превращаются во взрослых медуз. Медузы не только пережили динозавров на сотни миллионов лет, но даже побывали в космосе. В 1991 году более двух тысяч личинок медуз отправили на космическом шаттле Колумбия, чтобы проверить, смогут ли медузы жить в условиях невесомости. Личинки размножились, создав огромное количество потомков, но после возвращения на Землю, рожденные в невесомости медузы, испытывали затруднения с ориентацией в пространстве. Так ученые узнали, что с аналогичной проблемой могут столкнуться и дети, рожденные в невесомости. В следующий раз, плавая в море или океане, будьте осторожны, но при этом не упустите шанс насладиться красотой медуз.